Гуманитарный груз, в числе которого комплект Старлинк, средства радиоэлектронной борьбы для автомобилей и расходные материалы, новую партию оборудования бойцам бригады 1466 доставили с Камчатки. Гуманитарный груз военнослужащим передал глава региона Владимир Солодов, который побывал с рабочей командировкой в Донецкой Народной Республике, где встретился с бойцами. Для меня было принципиально важно лично встретиться с ребятами, которые проходят службу в бригаде 1466, так называемые читинцы, мы их называем, поскольку через Читу отправлялись, и много обращений от родственников, буквально за пару недель до поездки встречался с родственниками одного из военнослужащих, очередную партию груза передали, сегодня это в первую очередь радиоэлектронная борьба, средства, так называемые капюшоны, которые обеспечивают безопасность. В том, что ребята говорили, что на практике срабатывают, недавно на передовой дрон удалось посадить на безопасном месте, и взрыв от него не повредил машину, которая двигалась. Будем продолжать по взаимодействию оказывать помощь по всем запросам, которые идут. Военнослужащий с позывным «Сахар» отметил, что это уже третья поставка груза с Камчатки для военнослужащих бригады 1466. До этого привозили нам дроны, медицину, машину, баги. Дронов много причем привозили. На данный момент Камчатка хорошо помогает. Спасибо Владимиру Викторовичу, всему нашему правительству, да и всем Камчатцам нашим. Губернатор добавил, что власти находятся в постоянном взаимодействии с командованием, поэтому приобретаются только нужные вещи, которые идут по назначению. Важно, что, конечно, те подразделения, тот груз, который мы передаем, он направляется по специализации, беспилотники в соответствующем подразделении средств защиты. Но, как бы то ни было, мы на связи и с руководством подразделения, и с самими ребятами из Камчатки удостоверились, что им отпускают, дается ходить. И, в целом, по бытовым вопросам, по крайней мере, они решены. Хочу еще раз подчеркнуть, что это не означает, что мы не будем реагировать на индивидуальные обращения. Каждый из них идет в работу, по каждому из них решения с задачей принимаем. Стараемся помогать, вплоть до каких-то практических, расходных вещей, которые нужны прямо сегодня. Камчатские бойцы постоянно получают грузы по поручению главы региона. Владимир Солодов не раз отмечал, что полуостров сплотился в вопросах помощи фронту, и что для жителей Камчатки слова «воинская доблесть» и «защита Отечества» имеют огромный вес. Бойцы с региона чувствуют помощь от Камчатки и знают, за что они сражаются на передовой. Спасибо, что помнят, любят, поддерживают. Семье своей привет, друзьям, родственникам. Всем огромный привет.